Весна. Время не только расцвета и обновления природы, но и разрушительных паводков. Об этом прекрасно знает Альберт Лайпанов, который неоднократно становился свидетелем печальных последствий половодья. По словам мужчины, когда в горах тает снег, уровень воды в реке Урупы резко поднимается. А дамба, которую построили тут еще в 80-х годах прошлого столетия, успела прийти в негодность и не способна защитить прибрежные дома от потопа. Поэтому в ожидании весеннего паводка местные жители в буквальном смысле сидят на чемоданах. Вода поднималась на очень большой уровень. За мой спиной мост. Она вода ищла через мост даже. И заходила в поселок. Ну люди жили, как бы сказать, готовы были в любой момент собраться и уехать. Ну, вода очень сильная. Но это стихия, от которой, можно сказать, ничем не загородился. Такая ситуация неудивительна. 70% берега укрепительного сооружения размыто. Плиты деформированы и сползли вниз. А в самой дамбе образовались так называемые прораны. Поэтому власти региона и приняли решение включить этот объект в федеральную целевую программу развития водохозяйственного комплекса. И уже в июле прошлого года здесь начался масштабный ремонт, который позволит обеспечить защиту территории с населением около 900 человек. Гарантия в том, что есть, что люди будут спокойно спать, и вода не зайдет в поселок. И не унесет дома. Так что дети спокойно будут спать. Все застраховано. Дамбу сделали мы очень прочную, очень хорошую. Общая протяженность реконструированной дамбы – порядка трех километров. Одна ее часть покрыта сборными железобетонными плитами, вторая – крупноразмерным скальным камнем. Сейчас ремонтные работы близятся к завершению. Оставшиеся 600 метров берега укреплений рабочие закончат в течение нескольких дней. Параллельно с помощью самосвалов здесь демонтируют старую дамбу. Насыпь из гравия вывозят за пределы пойма реки Уруп. Всего в Карачаево-Черкесии 45 подобных объектов берегоукрепления. Ежегодно специалисты регионального управления охраны окружающей среды и водных ресурсов приводят в порядок две-три из них. Ежегодно обследуем все биогротехнические сооружения, которые являются бесхозяйными. Их на сегодняшний день около 40. Порядка 39 берегоукрепительных сооружений мы к концу этого года приведем в безопасное техническое состояние с 2007 по 2019 год будет выполнено. Что касается жителей Преградной, то теперь весна не будет ассоциироваться у них со страхом подтопления. Ведь после берегоукрепительных работ угроза, что высокая вода придет во дворы и огороды станичников, полностью снята. Юлия Житна, Олег Молхожев, Архиз, 24.